Скорпион Скорпион Сегодня по соседству с Сергеем Ковальчуком проживают сразу несколько видов пауков-птицеедов, а не так давно его домашняя коллекция пополнилась парочкой скорпионов. Удивительно, но даже кошка Хейзл разделяет страсть хозяина к паукообразным. Неужели и вправду с ними можно ужиться под одной крышей? Убольствие. Их не потискаешь, не поцелуешь, не погладишь. Ну, да я не знаю даже, но это или есть или нет. Вот в чем дело. Ну, во-первых, мне просто нравится необычность форм. Все-таки млекопитающие в основном, да, вот на примере кошки видно голова, четыре ноги там, да, хвост или нет хвоста, да, какие-то одинаковые относительно. А членисты ноги, они, ну, вообще, как будто вот такое ощущение, что это, ну, инопланетяне, что ли, да? Потому что поведение какое-то специфическое, ночной образ жизни, то есть какой-то орел тайны вокруг них всегда присутствовал. И действительно, выглядит скорпион очень необычно. Его тело образует два основных отдела – голова-грудь и длинная брюшка, которая состоит из нескольких спинных и брюшных щитков. И заканчивается пятью хитиновыми кольцами. Никаких хвостов, как у животных, у них нет. И вот в последнем членнике это и есть ядовитая железа внутри. Вот этот вот острый крючочек он вводит в жертву, впрыскивает яд. Но, как правило, крупные скорпионы пользуются этим редко, потому что силы их клешней, назовем так, достаточно, чтобы справиться с обычной пищей. Палеонтологи предполагают, что доисторические предки скорпиона жили еще во времена динозавров. Это были обитатели вод – гигантские эвриптириды и санкарисы. Позже эти существа вышли на сушу. Одни погибли, а другие приспособились. И в ходе революции развелись в современных паукообразных. Считается, что в те времена воздух был очень насыщен кислородом. У них дыхание же, оно диффузное. То есть они, ну, мы вот вдох грудной клеткой делаем, да, и закачиваем в себя воздух. А у них это происходит, ну, просто по микрокапиллярам воздух проникает внутрь. И так как дыхание такого активного не происходит, то их размеры ограничены этим. Если, допустим, паук или скорпион, ну, грубо говоря, увеличить до 50 сантиметров, они просто-напросто задохнутся. Несмотря на воинственный вид, непростой характер и присущий этому виду каннибализм, скорпионы достаточно заботливые родители. Санки, во-первых, детеныши живыми рождают. Не коконов, как вот пауки, там, и яиц не откладывают. Скорпиончики рождаются живыми, они маленькие, беленькие, забираются ей на спинку. И некоторое время, там, до 10 дней они сидят на маме. Ну, это защитная реакция, потому что в таком юном возрасте они абсолютно безобидны. Их съедят сразу все, кто только сможет. Уход за скорпионами, как и любыми животными, имеет свои особенности. Во-первых, эти членистоногие хищники и не прочь полакомиться грызунами. Но идеальный корм для них все-таки насекомые. Например, мраморные тараканы. Во-вторых, герои нашего сюжета – гетерометрусы. В природе живут в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Поэтому в домашнем содержании, в террариуме, им просто необходимо поддерживать высокую влажность и тепло. Этот вид можно пересушить, он погибнет. Это вот его хелесовая пита. Ему влажность нужна. Влажность нужна, да. Вот грунт темный, увлажненный. Иногда даже приходится прямо очень сильно. Особенно перед линькой. Потому что во время линьки влажность необходима. Если у вас нет опыта разведения членистоногих, но очень хочется завести дома такую вот экзотику, выберите вид Пандинус Император. Один из самых крупных, с эффектной внешностью. По мнению опытных заводчиков, он более спокойный и безопасный для человека. Главное, не забывайте, это тоже живое существо, требующее заботы и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...